Добрый день, дорогие друзья! Уже из солнечной Анапы. Посмотрите, какой ветер задувает. Я стараюсь сделать все, чтобы вам не дуло микрофон, но в порывах он доходит сейчас до 12-13 метров. Это крайнее положение, в котором я могу вообще в принципе кататься и, наверное, для меня это еще даже сильный ветер. Мы сейчас отправляемся с вами кататься на кайте, завершать все-таки обучение. Сегодня ветра ждать надо, сегодня наоборот надо дождаться, чтобы он скис. А самое главное, чтобы он не скис сильно. Значит так, у нас 10 часов утра. В городе вот такая вот погода. Сзади можете увидеть сильнейшие просто тучи заходят. В общем, то, что надо для настоящего кайтера, для каталочки. Конечно, офигенно, когда солнышко, ветерок. Это прям идеальный погодный слой, но ветер не бывает крайне редко. В общем, едем в Благовещенскую. По пути мы заедем за Данилкой. Он сегодня у нас будет в роли оператора. Мы добрались вроде как. С нами Данил. Привет, мы все всем. И пойдем посмотрим, что там сначала творится, а потом уже будем переодеваться. Вот классно, люди поставили себе домик и кайфуют по полной программе. Люди поставили себе домик. Так, Александр. Пошел кататься без меня? Что ты, девятку будем все-таки? Да. Почему счастливый такой? Добрый день. Хорошо. Передевайся потихонечку и туда спускайся тоже. Все понял. Сейчас мы глянем. Интересно посмотреть, что тут борится. Для начала, да. Есть вообще тенденция на снижение, нет? Тенденция на снижение есть, нет? Конечно, конечно, по всем прогнозам. Отлично. Сегодня вообще он должен упасть до минимума. Чтобы понимали, когда были в прошлый раз, был слабый ветер, здесь народу было. Тут ураганные порывы заканчиваются и на маленьких кайтах люди раскатывают. Но на таких ветрах, конечно, очень тяжело. Здесь становится больше. Но сегодня подъемная сила прям вообще нереальная. В общем, я буду сегодня на Александра кайте, я точно думаю, начинать. Потому что я могу лежать прям на ветре, ребята. Кепку снесло. Как тебе ветерок? Итак, дорогие мои, мы собрались. Уже полностью готовы. Я сегодня, видите, одел маечку сверху, чтобы более, так сказать, отличаться на глади воды от всех остальных кайтеров. И вы меня видели уже на дальней съемке. С каждой минуты людей становится все больше. Люди приезжают под прогноз, потому что ветер должен снижать свою мощь. А потом уже, представляете, чуть ли не до конца весны не будет ветров вообще. Только ежики, они, допустим, для обучения подходят. Ух, какой полет! Ух, просто красота! У меня хотя бы просто ездить-то учиться. Какие полеты? Кстати, сапочка из Надыма. Ребята, в основном девяточки раскачиваются. Потому что на больших кайтах сейчас прям очень опасно. Хотел бы сказать, море волнуется, но для нас только пока Кизилтавский лиман. Но здесь берега тоже восхитительные. У нас, видите, зевахилистое дно. А здесь вот, смотрите, какие песчаные великолепные берега. Эх, моя стихия! Как дальше тебя уже поколю в полной мере! Ветер дует порядка 10-12 метров. С Юрой будем начинать кататься на кайте малого размера, 9 квадратных метров. И возьмем доску побольше. То есть, его доска будет 145-я. Всегда надо выбирать под кайт самое гладкое место, чтобы не было мусора, оттолчащих всяких иголочек. Закручиваем клапан на место. Так, я вообще-то твоя-то работа на... А тут... Я сегодня как этот режим понял. Энергосбережение. Да. Старается ходить как можно больше сил. Александр специально тренирует меня вот именно всем этим моментом. Потому что потом я должен это делать сам. И чтобы не совершал ошибок. Потому что на старте это очень важно. Еще не ломается. Да. Я накачиваю, то есть ты накачиваешь для себя сейчас, как уже уверенно катающийся. Все снимай. Очень важный момент, чтобы мы размотали правильно планку. Разложили ее в нужном направлении. А также очень важно пройти и проверить все стропы на момент разрыва, для каких-то повреждений. И самое главное правильно уложить к кайту, чтобы не совершить ошибок. И потом при запуске не было никаких проблем. Это очень важно. Разминаете. Раз, два, три, четыре. Обязательно надо разминаться. Потому что только так вы можете свои мышцы привести в тонус. И чтобы не получить никаких повреждений при падениях и при всех движениях. Это самое важное перед началом. Так, Юра, значит, сдаем микрофон. И давайте я вам расскажу о том, что сегодня вообще происходит. Мы запускаем кайт девяточка и идем сразу же в Лиман, чтобы начать наше обучение. Александр меня отправляет подальше от берега, чтобы можно было безопасно начать свои первые галсы. Ну и сам стартует на таких паровых ветрах. Сначала силовые приемы, пытаясь почувствовать кайт, чтобы уже в дальнейшем полный контроль получить над ним. Сегодня, к сожалению, была фатальная ошибка. Но об этом чуть позже. Здесь же я пытаюсь, вот первый галс пошел направо. Направо, видите, уверенно поднялся, встал, поехал. Хотя вот первый, так сказать, еще не сильно уверенно останавливаюсь, испугался другого кайтера и пытаюсь сделать галс влево. Но влево у меня прям вот такая беда. Бабах, падение. Опять влево пытаюсь. Ну, чуть-чуть получше, но все равно я еще уверенности в этом не чувствовал. Хотя уже какие-то такие порывы есть. В правую сторону полетели. Вообще никаких проблем. Но тут порыв ветра и я не удержался. Еще один старт. Заделаем. Пошел более, так сказать, спокойно, размеренно. Но скорости не хватило. Тяжело мне, потому что вес большой. И если бы весил поменьше, было бы гораздо проще. Опять небольшой прокат, падение. Опять поехали, поехали. Но сейчас смотрю вместе с вами и какая же это красота. Какие ощущения? То есть все. Видите, спокойно с доски и пытаюсь опять влево. Влево у меня прям большие такие проблемы изначально. Но стараемся, пробуем, пробуем, пробуем. Потому что только накатом, только опытом. Бабах! Вот это был, конечно, фортальная ошибка. И здесь у нас пострадал кайт. К большому сожалению, не из-за моей ошибки. Потому что потянул руку вправо. А надо было просто бросить планку и все было бы хорошо. Замена кайта. Мы отправляем меня опять туда. Я пытаюсь с головой понять, что же сделано и так. Почему пошло что-то не так. Вот самый большой для меня вопрос. Но Саша говорит, все так. Давай контроль. Планку бросай, если падает, чтобы все было хорошо в дальнейшем. И, пожалуйста, полетели. Пробыкался. Здесь видно, даже небольшая зарезочка была. Потерял скорость. Ну, эти мелочи жизни. Попытка номер два. И опять, ну, видите, стойка на ногах еще, так сказать, неуверенная. Хотя уже получше себя ощущаю. Потому что, ну, тут раз таки мышечная память появляется. Ты начинаешь уже осознанно становиться на доску. Понимать, куда едешь. Смотреть по сторонам. Не только, как говорится, пытаться контролировать сам кайт и доску. И каждый следующий галс вправо. Становится прям все лучше, лучше. Но вот это попыточка влево. Опять, вот, зарезка-резка делается. И я из-за этого теряю скорость и заваливаюсь. Ну, как говорится, надо пробовать еще, еще, еще раз. Вот вам, пожалуйста, правый галс. Едем спокойно. Небольшая зарезка вправо. Хотя, вот, вижу по своим движениям, надо еще больше контроля. Потому что, видите, провалился немножко. Но, дуду, ушел здесь. Я, честно, посмотрел, что есть кайтеры рядом. И еще до них не ехать. Потому что контроля, так сказать, четкого еще нету. Вот, опять-таки, левый галса мне не удались. Пешком возвращаемся назад. И опять движение идет вперед. Опять вперед, но правым курсом. Раскатываемся, намахиваемся. И спокойненько едем, едем. Остановочка. Еще раз подъем в правую сторону. Пошли, 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 пошли. И вы можете увидеть, что уже довольно-таки уверенные галсы получаются. Особенно в правую, как я говорю, в сторону. Прям уезжаем далеко-далеко. Данилка молодец. Старается за всех сил. То есть, он сегодня около двух часов снимал. Вы смотрите чисто на резку. Из, так сказать, моментов подъема мы очень много еще ходили. Там очень много времени уходит на все на это. Опять левая сторона. У меня очень сильно страдает еще один подъем в левую сторону. Пошел, 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 пошел. И вот уже, видите, так сказать, более, как минимум, длиннее. Уверен, не могу назвать эти галсы. Но, как минимум, уже подольше получается. Еще одна попытка в левую сторону. И, видите, меня сносит. Не получается уверенно упираться ногами в воду. А это самое главное. Опять правый галс. Пошел. Сейчас небольшое будет сто процентов падения. Придорикаю. Хотя, нет. Ты стоял на ногах во время старта. И здесь не хватило скорости. Не намахнул. Опять подъем. Идем в правую сторону. И уже, можно сказать, такие вот прям уверенно смотрятся. Ничем не хуже, чем рядышком со мной человек приехал. Хотя, он завязается. А я, так сказать, больше глиссирую. Наверное, хотя пытаюсь, видите, резать волну. Потому что иду перпендикулярно. Чуть-чуть ей. Хотя бы там под углом где-то градусов 70. Но, уже что-то получается. Останавливаюсь спокойно. И иду пробовать в левую сторону. Опять левая сторона у меня страдает. Ну, будем надеяться, что в дальнейшем это выравнится. То, что, как говорится, нужен опыт, опыт, опыт. И еще раз опыт. Попытка. Еще раз в левую сторону. Саша говорит, вот все делаешь правильно. Чуть-чуть надо порезче, порезче. И тогда у тебя левая сторона пойдет хорошо. Подъем очередной в левую сторону. Но, резко ухожу и заваливаюсь из-за этого. Это правая сторона. Пошел, пошел, пошел. То есть, уже как к себе домой. Вот вам, пожалуйста. Как говорится, обучение. Самое главное делать. И тогда все будет получаться. Самое еще, самое важное, это желание упорством. Потому что, видите, не останавливает меня уже ничего. Лечу на всех парах. Та-дах. Разворот. И в левую сторону. Опять попытки. Ну, вот, видите, если в правую сторону у меня получается ленингалс, левая сторона, к сожалению, еще страдает. Опять-таки, приходится из-за этого перестегиваться и идти обратно. Хотя вот здесь, вот она, левая сторона. Та-дах. Александр, смотрите, как ездит, чтобы вы понимали. Баба-баба. И полетел вообще, как птичка. Но это про уровень. То есть, мне до него еще очень далеко. И еще раз правый галст, закрепляющий, так сказать, упражнение. И, 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 и как это смотрится, ребята. Джух остановился, но сам, потому что шел кайтер на меня. И еще не рисковать, потому что, а вдруг что. А теперь поднялся резко и ушел, так сказать, туда, далеко. В Лиман, опять-таки, потихонечку даже получается зарязаться. Это ни с чем не сравнимые эмоции, когда ты летишь над волной. Когда вот еще получается контролировать и получается делать именно то, что ты хочешь. То есть, вот здесь все прелисировал. Видите, немножко надо было доску согнуть, потому что скорости хватало. Хотя вот здесь уже пошел под зарезочку. Здесь меня кайтер уже не испугал. И я, как говорится, лечу на крыльях счастья. Остановился здесь сам. И попытка левого галса. Здесь вот у меня первый раз не получилось. Так, дорогие друзья, мы на берегу. Живы и здоровы. Это самое главное. Я сначала хочу, пока вот они свежие, рассказать о своих эмоциях. То есть, сегодня у меня правый галс вообще в ту сторону. Я ушел, остановился, развернулся. И первая попытка влево, что-то сложно. Вторая попытка влево. В третью себе в голове такое, как Саша учил. Левую ногу на слив поставил, намахнул. Следующий мах. Смотрю, я еду. У меня аж такой. Я тут зарал, смотрю на берегу. Люди, короче, все на меня смотрят. Чего он там орет, короче. Эмоции просто фантастические. Блин, я на самом деле счастлив. Да, молодец. Молодец. Юра все выполнял правильно. Погода сегодня была как раз ветер на маленький кайт. Поехал, все удачно. Маленькие еще недочеты по левому галсу. Но это уже самостоятельная работа. То есть, это вообще никаких вопросов нет. У Юры есть оборудование. Он уже сам сможет уже допилить, так скажем, свою технику. И на этом, сегодняшним часом, мы заканчиваем начальный курс обучения. В дальнейшем, возможно, Юра захочет обучиться бигейру, фристайлу. Как бы это все уже про уровень. Сейчас для катания. То есть, уже надо чисто накатывать мышцы. И я сегодня это почувствовал на 7 миллион процентов. Потому что каждый следующий галс длиннее, осознаннее. Нога все устойчивее, баланс все лучше. Пошла зарезка. Я сам чувствую, я понимаю, что я начинаю набахивать кайт. Это отвожусь в планке тут назад. И понимаю, что я начинаю резаться вправо. И в конце вот левый галс, это прям вообще. Саша, от души. Все, Юр, отлично, супер. Вообще, молодец. Все хорошего. Увидимся. Ребят, вам всем спасибо. Саша пойдет запускать сейчас. Что вы со мной поддерживаете меня. Простите, что немножко выходил разорванный контент. В дальнейшем мы будем стараться более четко все публиковать. Данилку благодарим за то, что сегодня приехал с нами. На ветру здесь помогал нам. И я клянусь, ребят, если у кого-то есть желание, есть возможность, пробуйте, занимайтесь. И в дальнейшем просто, во-первых, это приведет к великолепной физической форме. Я надеюсь на это, если будем кататься побольше. И самое главное, там теперь ветра в паруса, точнее в кайты. Всем лайк. И пока-пока. Подпишись, поделись и приезжай к нам. Покажи, Саша поднимает кайт. И вот так вот. Старт. Ура! Покажи, Саша поднимает кайт.